Родимые пятна и волоски на теле. Как по младенцу узнать, что женщина грешила во время беременности? Девочка, девица, невеста, жена, мать. Все эти ипостаси в старину имели строгий свод правил и традиций. Особенно суровыми они были у роженец. Скрыть нарушения было невозможно. Почему? Сейчас расскажем. А пока подписывайтесь на наш канал и ищите книгу Жанны Андреевской от девицы до бабы на Литрес. В ней больше информации о традициях и жизненном пути женщины. Скидка 20% в закрепленном комментарии. Так, если младенец появлялся на свет с родимыми пятнами, люди понимали. Его мать нарушила божьи заповеди, переходила дорогу траурной процессии или перешагивала через могилы. Щетина, твердые волоски на теле малыша выдавали садистку. Считалось, что женщина во время беременности била или мучила животных. Завистливый ребенок был следствием чревоугодия матери. А если он был еще и пугливым, значит она ела тайком. Невезения в жизни малютки объяснялись тем, что мать закрыла от него ангела-хранителя, когда развешивала над колыбелью вещи. Так что раньше на Руси точно знали, почему у малыша...